всем привет сегодня видеоролик называется перепланировка без нервов то есть что нужно знать перед своей первой планировкой когда вы взялись расставлять мебель двигать стены так вот что нужно учесть о чем нужно знать чтобы у вас все получилось хорошо удобно и впоследствии красиво в ванны и санузлы без них дорогие мои мы тоже обойтись не можем и здесь вам нужно сразу разобраться какие мы санузлы и ванны рисуем но есть ложка дегтя во всем моем рассказе куда угодно в ванны и санузел разместить мы не можем это так называемые мокрые точки кстати говоря как и кухня тоже поэтому ванная останется только на территории в ванной максимум за счет чего она может увеличиться это коридор или кладовая то есть не жилое помещение а нужно смотреть можем ли мы это сделать можем ли мы за счет коридора увеличить ванну или увеличить санузел почему я говорю все время про увеличение этих комнат да потому что сейчас их проектируют очень маленького размера туда буквально ничего не влазит а вы же наверняка посмотрели уже pinterest представили себя в отдельно стоящей ванне лежите там музычку слушайте в окно смотрите но нет так не будет потому что застройщик о вас побеспокоился и сделал жилые комнаты большого размера а ванны вот такого 4 квадратных метров все значит это вопрос о котором нам с вами нужно подумать в планировании и тут вам нужно решить а что вам нужно ванна или душевая кабина если есть дети то конечно ванна должна присутствовать потому что детей нужно где-то купать они любят купаться душ им не совсем подходит хотя в особо так сказать критических ситуациях когда место совсем нет может быть и душ сойдет а какой размер нужен под душевую под ванную и под все остальные сантехнические приборы сейчас вам расскажу и так предположим что это ванная комната давайте представим какого размера минимально она должна быть допустим нам нужна ванна располагается допустим в этом краю помещения ванны бывают размером метр пятьдесят метр шестьдесят метр семьдесят метр 50 это не очень большая ванна в ней мы сидим метр семьдесят уже лежит но предположим у нас не очень много места мы поставили ванну на метр пятьдесят запланировали нам нужно еще расположить унитаз и раковину под унитаз нам нужно расстояние минимум 80 сантиметров чтобы мы нормально на него сели и нормально им пользовались всегда закладывайте ширину 80 сантиметров и оставшаяся это уже раковина то есть под раковину у нас остается 70 сантиметров в этом варианте если здесь у нас будет метр семьдесят соответственно раковину мы можем на 20 сантиметров увеличить я просто знаю что некоторые любят большие раковины или даже двойные раковины вот умудряться сюда две раковины поставить а горшок куда-то в угол зажать но если вы его в угол зажмете то вам неудобно будет им пользоваться поэтому всегда помните об этих расстояниях а еще нужно помнить о глубине глубина нормальной раковины полметра глубина нормальной ванны 80 сантиметров ну хорошо 75 сантиметров она может быть и вот это расстояние между ванной и этими приборами тоже должно быть удобным чтобы было удобно пользоваться то есть здесь глубина 70 получается это унитаз и между унитазом и ванной нужно оставлять ну желательно метр можно конечно оставить 80 сантиметров но совсем уже тесно получится поэтому давайте все вместе сложим в общем два с половиной умножить на полтора получается 375 375 это метров квадратных должна быть минимально ваша ванная чтобы все было более-менее красиво но обратите внимание здесь нету стиральной машины то есть стиральная машина где-то в другом месте находится а еще обратите внимание что здесь нету никакого зашитого угла как часто в ванных бывает очень часто бывает что один угол полностью зашит и там проходит стояк канализации или шахта вентиляции соответственно та конфигурация которую я показывал ранее ее уже нельзя применить соответственно что делать тогда мы ставим унитаз например сюда а раковину сюда вот таким образом и тоже нужно смотреть какие расстояния здесь остаются почему таким образом раковину сюда у них а сюда да просто потому чтобы при входе мы видели раковину а не унитаз раковина гораздо симпатичнее в общем это нужно для того чтобы вы могли в своей квартире когда вы придумываете планировку учесть все эти расстояния и сделать банально для себя удобно представьте сюда мы хотим поставить стиральную машину и соответственно что будет происходить но например мы решили что поставим ее под раковину кстати есть такие раковины которые располагаются над стиральной машины вот да вот такое тоже бывает но вы заходите и видите сразу же стиральную машину и красоте конец а я все-таки выступаю за то чтобы ванная комната это была ванна комната для релакса а не постирочно-помывочная вот поэтому стиральные машины убираем да и банально под нее места нет ведь помимо самой стиральной машины напоминаю нужна корзина для белья нужно куда-то поставить химию которой мы пользуемся порошки кондиционеры поэтому все это загромоздит все это пространство и превратит ее не в красивую ванну а в такую постирочную поэтому ищите место куда спрятать стиралку ванны и санузлы сколько их должно быть в квартире тоже интересный вопрос ну например если вы проживаете один то вполне достаточно одной ванной общей совмещенной если двоем то в принципе одной ванной вам тоже хватит но уже конечно хотелось бы добавить второй санузел если у вас появляются дети то однозначно должен быть и санузел и ванны а еще лучше чтобы было две ванны и в которых есть и раковины и туалеты чтобы можно было одновременно пользоваться этими двумя помещениями но бывают такие случаи в моей практике они встречались не раз когда мы жертвовали гостевым санузлом пользу кладовки и гардеробной просто потому что некуда было разместить вещи ведь плохо когда ваши вещи будут валяться по всей квартире правда ведь поэтому вместо санузла мы делали гардероб хотя семья с детьми и мы осознанно пошли на такой шаг на такое решение просто чтобы вещи не валялись по квартире вот поэтому пунктом номер один идет продумывание мест хранения следующим пунктом идет прихожая прихожая это вообще такое помещение о котором все забывают никто не считает его значительным особенно застройщик он превращает прихожая очень часто в какую-то вытянутую кишку в узкий коридор и совершенно забывает про места хранения за некоторыми исключениями когда вот все таки немножко подумали и нарисовали какой-то шкаф но обратите внимание ведь этого шкафа как правило не хватает поэтому ребята прихожая это очень важно очень важно продумать там место хранения и что еще важнее это то чтобы осталось пространство в которое вы бы могли зайти и не просто зайти а еще раздеться снять обувь тапочки одеть и пройти дальше а представьте вы заходите в прихожую с семьей например зимние прогулки вас 4 человека и вам нужно одновременно раздеваться теперь вспомните свою прихожую и да но как это было раньше в хрущевках у нас да и многие сейчас в них живут то есть вы заходите в узкий коридор в котором негде развернуться то есть по одному так не должно быть поэтому если вы планируете проектируете рисуете себе новый дизайн новую планировку о прихожей нужно подумать это очень важно прихожая должна быть достаточно просторной чтобы в ней можно было одновременно хотя бы переодеваться гостей провожать прихожая должна хранить одежду то есть там должен быть просторный шкаф а в идеале гардеробная и прихожая должна быть нарядной но это как театр начинается с вешалки так и квартира начинается с прихожей и прихожая должна сразу же давать вам настроение вы должны домой приходить и уже начинать радоваться понимаете а не ютиться там вот вот так вот повесил одежду и быстрее бежать туда дальше ну согласитесь это разные ощущения поэтому прихожая важно делайте ее просторной и есть еще такое понятие со масштабность она должна быть со масштабной квартире если квартира маленькая то в принципе прихожей может быть не очень большого размера ну скажем там полтора на полтора метра в общем то достаточно если это однушка или квартира студия а вот если это большая квартира например 150 200 метров но согласитесь нелепо делать вот такую сенькую прихожую или вытянутая то есть квартира огромная прихожая вот так осенькой нет вы должны зайти в хорошее светлое просторное помещение и радоваться пришел домой и уже вот рад вот чувствуется простор вот все мои заказчики у меня просят иван нам надо ощущение воздуха простора вот квартирка маленькая кажется нам хочется простора начните с прихожей пускай она будет просторный и так пункт номер 6 это жилые комнаты а попросту спальни это детские комнаты и комната родители то есть родительская спальня как нужно проектировать родительскую спальню в ней нужно предусмотреть спальню гардеробную и ванну и все за одной дверью поверьте вы меня полюбите после такого совета это просто неоценимый кайф когда родители имеют возможность уединиться от всех поэтому здесь такой приоритет сначала проектируем спальню для родителей а потом уже спальню для детей вот такой совет спальни могут быть поменьше чем общая комната просто потому что мы основное время основная активность у нас проходит в общей комнате где кухня где стол где диваны где телевизор где мы все вместе собираемся но в спальнях по сути мы просто уединяемся и проводим как-то индивидуально там время поэтому спальни идут шестым пунктом ну и последний пункт номер 7 он последний но тем не менее не менее важен чем все предыдущие это пространство для личного уединения ребята это особенно актуально стало в последнее время когда мы все посидели дома когда мы все хапнули пандемии и понимаем насколько ценно насколько важно личное пространство подумайте где это пространство может появиться в вашей квартире подумайте когда вы покупаете квартиру может быть прикупить на комнату побольше или с какой-нибудь лоджии которую можно превратить там в какое-то рабочее пространство или в зону отдыха что может являться этим самым личным пространством это может быть отдельный кабинет это может быть отдельная мастерская это может быть отдельная библиотека где это можно организовать отдельная комната это может быть какой-то уголок в гостиной это может быть утепленная лоджия или балкон это может быть какой-то такой хитрый закуток в спальне всегда в планировке нужно пытаться найти такое место если не удается найти такое место где может появиться эта комната уединения этой комнаты может стать и ванна и тут женщины меня поймут ведь эта комната для кайфа для релакса вы можете лечь в ванну помечтать включить музыку закрыться но давайте будем честными ведь это единственная комната где вы официально можете закрыться чтобы вас никто не тревожил но согласитесь во всех остальных вас достанут блин дети и все остальные будут врываться в комнаты и мана давай блины уже на стол мечи так ведь бывает поэтому подумайте о ванной и попробуйте ее превратить в ту самую комнату для уединения и тут вы меня уже понимаете что никаких стиральных машин ванной быть не должно согласны ну что дорогие мои если у вас остались вопросы пишите в комментариях я понимаю что получилось возможно немножко сумбурно возможно немножко все в куче но поверьте это те советы это песен пунктов которыми пользуюсь лично я при разработке планировок ими пользуются мои дизайнеры и они правда работают попробуйте хотя вы попробуйте но если вы захотите копнуть поглубже изучить эту тему поширше то приходите в мою школу всем рад всех научу и вы сами сможете сделать для себя дизайн-проект для своей квартиры близких и родных чтобы жить в красоте и кайфе но на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик да прибудет с вами мужа